Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим самые интересные последние новости из мира ММА. Кто не жадный, поставьте мне лайк по-братски и подтопали. Итак, пару дней назад Айрон Вудли навсегда ворвался в хайлайты и, конечно же, фанаты не оставили его без уникального видео. Посмотрите на это. Напишите в комментариях, как вам такие видео. И, кстати, залетайте к автору этого искусства, у него там много чего интересного. Ссылку оставлю в описании. Я думаю, что вы уже видели, что замутил Нейт Диаз, проходя мимо случайного фаната. Но я просто не мог это не вставить. Смотрим. Нейт Диаз is relentless. That's twofold flinching. Когда я только увидел это видео, я подумал, что это Леон Эдвардс. Но, оказывается, нет. Это просто фанат. Ну, блин, это было смешно. Президент UFC Дана Уайт рассказал, что его просят еще раз попытаться организовать бой Хабибу в UFC. И вот, что он сказал. Мне пишут люди в социальных сетях и предлагают еще раз попытаться поговорить с Хабибом для боя с Оливерой. Но Хабиб закончил. Хабиб сейчас занялся своими делами. Я думаю, что он больше не захочет драться. Мне кажется, что после утраты отца он потерял желание биться. Отец был для него движущей силой. Он предлагал ему сделать то, сделать это. Теперь, когда этого нет, я не думаю, что он подерется снова. Кстати, недавно прошел слух, что шейхи из Дубая предлагали Хабибу 150 миллионов долларов за один бой. Но он все-таки отказался. Так что совершенно точно, что Хабиб никогда не вернется в бои. Хамзат Чимаев рвется в бой. И вот какое послание он оставил Дане Уайту. Дана, позволь мне съесть этого парня, бро. Нила Магни. А вот Фрэнсис Нгану, наоборот, пытается разорвать контракт с UFC. И вот что рассказал Дана Уайт. Наш чемпион в тяжелом весе собирается расторгнуть контракт. Ну что же, такое иногда происходит. Иногда невозможно найти общий язык с людьми. Бойцу следует более осмотрительно выбирать людей, которые представляют его интересы. Не думаю, что сейчас с ним работают лучшие. Слушай, если хочешь остаться с нами, мы будем этому рады. Но если не желаешь этого делать, никаких проблем. Все пучком. Сейчас не вспомню детали его контракта, но по-моему, если он победит, то еще какое-то время останется в UFC. Вероятно, у него будет еще один бой. На самом деле, очень неожиданно, но я более чем уверен, что это, как обычно, недопонимание в финансовых вопросах. Ну что, на этом расход. Всем желаю удачи. Пока.